Федеральный бюджет выделит средства на реализацию программы строительства сети ливневой канализации в Севастополе. Новость сообщил заместитель губернатора Севастополя Денис Солодовников, отвечая на вопросы участников публичных слушаний по бюджету города на 2020 год. У нас еще будет разрабатываться программа по комплексной реконструкции ремонта всей городской, в том числе ливневой канализации. Было как раз вчера по этому поводу, позавчера совещание у Дмитрия Николаевича Казака. И отдельно будет финансироваться. Проект будет комплексный на весь город. Напомним, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что создание масштабной системы водоотведения с локальными очистными сооружениями обойдутся в 20 миллиардов рублей. Строительные работы должны растянуться до 2035 года. Это очень дорогой проект, как бы он приземленно не звучал. То есть по предварительным оценкам это больше 20 миллиардов рублей, чтобы реконструировать, построить, вместе с локальными очистными сооружениями, которые не позволят грязной воде попадать в море и так далее. То есть это порядка 20 миллиардов рублей. Эти деньги мы будем планировать в федеральной целевой программе после того, как сделаем проект. Проект, я надеюсь, мы начнем делать уже в следующем году. Обобщенную схему строительства городской ливневой канализации выполнила ООО авиакомпания «Авиамониторинг» из Казани. Стоимость этих работ составила 4 миллиона 900 тысяч рублей. Несмотря на то, что компания специализируется на обслуживании воздушных судов и малой авиации, в Севастопольском департаменте городского хозяйства сообщили, что эта компания уже работала по двум подобным контрактам. Как рассказали редакции НТС «Чиновники», ООО авиакомпания «Авиамониторинг» разработала схему ливневой канализации самостоятельно, без привлечения субподрядчиков. Гендиректор и главный инженер проекта присутствуют на всех профильных совещаниях в Севастополе. В начале сентября схема была опубликована на сайте правительства города. Однако постановление об утверждении этого документа до сих пор не принято. Задержку сроков в правительстве объясняют необходимостью согласования схемы со всеми органами исполнительной власти. Ранее чиновники, отвечающие за городское хозяйство, обещали закончить эту работу к концу года.